всем привет друзья сегодня в нашем выпуске пак 29 тир играет на этом герой fn всем приятного просмотра к . будет интересной здорово ребята он со старта надо упомянуть что он пошел на арбе и поставил вард сразу себе по тавры одну арбу проюзал почему-то не 2 я мог бы вторую тоже использовать может быть в этом тоже есть какая-то особенность 28 тире пак и вот так вот ловит мужичков пугна поставила свой опса на паке соответственно знает теперь что там вард и должны снять почему пугана так уверенно поставила свой опс потому что она прочеркала тавр почему-то и убить не стал вот естественно положила что-то пса нет поэтому он свой кликнул поэтому сейчас его снимут но момент такой никто с интри не купила саппортов поэтому я думаю пока сам снимет вообще уже мог бы купить она долетела они что кликнули пугна должны были точно четыре стычки на рунах четыре героя в боте пуганом под мидом полетела стрела дозна отлично сасл игры пищу вкачал уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой знаю качайте качать грейв 30 секунд когда я просто бесполезно ну да ладно вернемся к паку очень этого герой один из самых сильных он кстати против пугны наверное будет не прям чтобы супер просто играть из-за варда который будет дамажить зависимости от нажатых кнопок пока станов не очень много мирана возможно купить себе и ул там брю мастер будет форме подстанивать стараться алхимик может быть сыграет через бутон или что-то подобное в целом коту вот хекс может купить на 4 место будет фармить то есть не прям чтобы идеальный пик для парка до станов вообще нет но и не сказать что сложно прям играть крайне методы герой бил час на него по сути один все играют через вич блэйд кто играет без вич блэйда как правило проигрывает его этот айтам слишком много дэмэджа добавляет вот и от отличаются билды лишь тем кто собирает по ташку кто не собирает есть игроки вот по типу ларла и в другом который на паке даже ботинок не покупают по карте стараются молодца даже без ботинка просто фастовый вич блэйд и точно убиваешь соло саппорта пока что плюс минус ровно стоят мид спутный на пакет тысяч подаешь и рыбу кидаешь ринджа контролишь вот он взял себе фэйсшифт в единицу чтобы глаз видимо доджик ну да не давала ты мог сейчас рабами лишника забрать но когда он не законтролюборинжа хорошо тут развел человечек на пугни не страшно скоро подрезать красиво поймал ими лишника забрал и ринджа забрал и на курьера прилетел бутыль летит в момент такой три ветки почему три ветки фэрик это самый классический закуп в нынде потому что в одну ветку садите нами я чтобы не уходить вот если линия допустим далеко встала чтобы не уходить от крипов вы просто не девятку и соответственно не дрываясь от хочу перегонитесь и две ветки в стик идут в дальнейшем сложно пугну перебить она постотове конечно ну и раньше таки тоже очень большой пугны пока чтобы ударить нужно прямо близко подходить о слушай как все потно получилось то ты понял что он сделал он пошел на одну руну понимал что не успеет забрать венпадеж можно вообще красиво делать об этом расскажем тут размен какой-то спуганной он хотел кинуть арбул одну руна разбить и вторую забрать почему вот он ту нижнюю не забрал потому что он не хотел и пугни тоже давать то есть он по таймеру не успевал так вообще в идеале если против ботика в миде играете то можно пойти на руну забрать одну и нарву улететь вторую забрать вот и соответственно он просто не успевал потому что пугно удалось стоп разбил одну хотел вторую забрать но пугно нажала астрал из-за этого он и вторую разбить не смог и забрать тоже чтобы мидера прикольно сыграли пришлось саленс нажать потому что не хотел рейджа давать нормально пугно под крипами просадилась идет целом тамбон тосик лежит я думаю на баунте пойдет целом оба еще если что и на базу и вот пока пока за баунте он бежит посмотреть что на линия вот секер в боте кайфует в топе алхимика гоняют такое качество пока что качающая массивную дождь все готовы давай начнем раз полы поговорим да можно при вкратце раз пробежаться по-быстрому пока есть при первые скилл арба вы кидаете арбу и у вас появляет способность потом джаун соответственно вы можете полететь на эту арбу на нее можно полететь из астрала то есть первый скилл это дэмэдж предавление при преодолевании дистанции фарма билка в том числе вот второй скилл silence вы почти в упорка стоите сами немножко перемещаясь опять же можно немножко вперед мудраться и естественно все кто рядышком они получают безмолвие то есть не могут применять способности 3 скилл фэйс шифт от 1 до 3 там через половиной секунд вы пропадаете с карты уходите в астральную форму этого собственно пока очень сложно поймать выкинул арбу спрятался в шифт улетел на арбу либо спрятался в шифт блин канулся крайне не уловимый герой 2 фарма билки дэмэджа билки плюс последняя способность это рим койл ставите на врага небольшое оглушение получается если если враг рвет койл то оглушение будет очень большое можно зацепить несколько юнитов и просто кликать по ним вот но койл считается такой знаешь способностью твои зрители тоже обратите внимание она не дамажит много изначально урон 125 если чел не разрывает его то все на этом дэмэдж заканчивается поэтому важно на паке взять себя этом который поможет вам наносить урон пока чего пока стоит в этом поле поэтому меч блэйд собственно и лучшее приобретение всегда ну вот и мы успел в принципе редко макс от приоритете все способности таланты добирается только потом почему она закладочки замолчить шифт но особенно потому что нужно чтобы вы долго находились в астрале и что он кд шелса очень мало из плюсов в кд на столах у пока очень маленькая 1 skill 9 3 skill 13 shift 6 и 5 ну и даже кайл 75 секунд как для ультимативный крайне мало ну вот и пак соответственно за счет ультима это единственное вот в чем ультима это есть большой бонус вот пока держите в врага в поле он не может блин каваться как-то перемещаться то есть всякие эмбер спириты шторм спириты и клопа допустим и будет перед они не могут блин каваться без на факт в принципе хорошо играет от персонажей контроль рун не повезло вот правильно наверное делать мув на топ луну потому что если что он еще вражескую баунтик от крыси то есть если не повезло даже с рукой сделать вот топ и просто наказали отлично тиммейты справляются он тут чекает чё к чему может алхимика найдет а может и вышку откроет телепорта будешь дай скорее всего если будут подерутся но уже сюда вы видимо лететь это не будет вышку забирают идет просто качка и пуш тавра можно в принципе сказать ребятам что подписывались на нашу группу вага подписывайтесь и предлагайте кстати свои герои в комментариях для следующего видоса нам пишите комментарии кого бы хотели увидеть в следующем выпуске иногда так хочется залететь в катакомбы из боевого пропуска я вот все жду его он все не выходит зато на epic loot вышли свои катакомбы treasure hunt это временный бесплатный режим где кунки нужно дойти до сокровищ в распоряжении всего шесть шагов и 4 хп а вокруг опасность но халявные скины того стоит причем все сделанные шаги сохраняются из-за них можно фармить мега сундуки с крутыми шмотками кстати хп кунки можно восполнять хоть каждый час мало тогда лови battle pass причем бесплатно они за 500 рублей выполни все 60 квестов и получи гарантированный дк хук а каждые 15 уровней забирай случайную аркану ссылочку на все эти ништяки я оставил в закрепленном комментарии к ролику там же лежит и промо на 15 процентов и на бонусный пузырек с хп-шкой в treasure hunter и чтоб возвращаемся к сонной терапии продолжаем погружать всех глубокий сон вы думали что они снизили вышку на не все еще лупят это вышку я вообще смотрю на бот линию сикера 14 крипов он там во первых самое большое количество крипов пропускает во вторых грейв на дозле и в третьих у него еще линия такая еще и фабрю мастера поэтому у сикера все крайне плохо что он там делает он умирает походу в боте а он умирает в боте 6 левел на котле на 724 чтобы вы понимали при этом алхимика тоже начались проблемы потому что там непонятно было кто пятерка и к алхимику поздно пришли то есть два кири героя немножко про просаживаются по фарму на алхими в любом случае камбек металду будет секеру камбекать сложно поэтому пукичу возможно кто нужно перетянуться под боты котла убить при велика вряд ли я это котл да это котл четверка просто у него еще нет ворс такой хороший для четверки 2600 3 киллана ковырял что вы делаете на пони чего удивительного в принципе на котле всегда с большим на творцем двигает он без ботинка кстати в собирает себя вич blade это вот как раз таки по ларлу из-под гумов у кого-то мидера кто же это был не могу вспомнить фанинекс на стриме спрашивал типа как ты относишься к плейду быстрому без ботинка либо снеграничный он говорил на его собеседника сначала что нормально вы топовый мидер был можно так вполне себе спокойно играть за счет того что у тебя арба 2 скилл ты в принципе быстро мулаешься ну и плюс играешь от активок если там аркейн упала либо хаста то очень легко убываться по карте вот у вас по сути три варианта три варианта поворота событий в этом чуть попозже тут котелок на котелок реплыл хорошо вот их осталось что в идее что вы можете делать на паке первое это просто фармить как делать торонто токио часто очень он фармит мид фармит маленький кэмп фармит мид фармит большой кэмп и так постоянно то есть он ждет пока от него будут отыгрывать принципе не в некоторых играх такой плейстайл вон очень даже актуален то есть вы играете на свой кач на тайминг вичблейда который может появиться на 11 минуте вы просто всех уничтожить следующий момент вы можете играть в активного пока если у вас жадные коры на линиях вы хотите чей-то темп подгнобить брю мастера но не по не получится не получится даже если бомб кинул барбу в него то есть можно играть активно допустим подобрали руну на шестой минуте мугнулись на какую-то линию и с этой же линии полетели на другую линию на боковую и убили и соответственно потом подфармливаете в окошке пока нет ультимейта пока ресурсы восстанавливаете опять же все зависит от того какая руна повезет вот а можно как делает этот пак тут все до убийц к мага можно сделать как и делает этот факт то есть если вы хотите а пока фармить при этом килы не находите ведь он выбирает некий средний такой геймплей где он и фармит и при этом не убивая он получает золото с товаров то есть он просто сел на две вышки и и получился то соответственно копеечку не очень удачная арена от марса пришлось нажать второй попут чтобы нажать пол совсем не удачная копьё на марсе не играл до этого хорошо брюк замансил но это не надо а пак просил ему как раз на вич-блэйди чуть-чуть хотя мы хватает альтинская марба продолжает атаку комбайне достает противников стакнулись готова шмоточка да теперь нужно кто-то поиграть при этом натворс у него такой прям хороший 4800 то есть на паке нужно иметь 4000 на 10 это прям железно-бетонно вы даже если будете просто фармить маленький кэмп и мид линию то вы будете иметь 4000 на 10 вот а он еще снял с вышки соответственно вы всегда можете найти чем заняться на паке и важно на паке фармить кэмп через кэмп то есть один камп другом подводить либо рыбу кидать так чтобы цеплять два компа образом вы рациональнее качаетесь тут решили немножко запрессинговать алхимик алхимика есть ультимейт тратит он его чтобы скинуть первый скилда зла и тут же нападение на зла дозел не может сделать телепорт потому что мир она готова стрелу выкинуть враги тоже кучно набежали он нажал тут кайл скорее всего чтобы подставить лёшу соло который нас к магии играет он был джил бласт нажал арбу нажал 3 и вылетелся перед этим сидал еще тычку от вич-блэйда по бремастеру тоже такой момент вот буквально одна тычка и ты уже замедляешь героя и наносишь урон как работает вич-блэйд во первых этом крайне дешевый и вешу сот полноценный корж мотка 35 атак спида 14 интеллект то есть мана и урон 6 брони и скорость полета снарядов местечка быстрее летит плюс отравление на 4 секунды нападение нам при улика отлично ультимойтовской мага пока успевает добить пришлось на арбу раньше приземлиться чтобы отдать silence и сразу же немножко выходит не пропуская крипов при этом отравлением как работает отравление 4 секунды замедления на 25 процентов и получить 4 секунды вы дамажите по 075 от вашего интеллекта то есть если интеллект сотка то вы дамажите по 75 на протяжении четырех секунд мы сюда просто обычный нюк а будто вы добавили себе еще один скилл на дэмэдж в плюс-минус три сотки и замедление то есть пички даете под это дело но сбивал бывает криптики фармится и вот сразу же вопрос встает о том какие герои хороши против пока когда вообще этого героя пикать про прошедший дубайский турнир показал нам что пока могут сапожить абсолютно в любых играх и если команда играет с паком то против этой команды в первой стадии банили чтобы просто пак не появился на фуку что самом деле он играет против всех и накладывается то что сейчас в мете и вот силовики плотные пики ты в общем-то герои без контроля то есть ли он шаман вообще не в мире тут нападение будет на пока нажал сайлент собираем нажал самом деле неплохо у нее было на 2 на пристрелила под ловили под ловили под ловили skype от выйдет просто разбежались все надо зачерить 2000 кстати преимущество за врагами даже просто посмотреть на алхимик он камбеку от вас заберут отлично минус 1 мастер и снимать каким-то чудом выживет то будет супер 7 секунды пока брю мастер садится на sky мага будет час там заберут на марс и приучиться на тут уже ты пальца по копье пока что марс не тратит правильно делает саленс помирание и стерба и точно хватает рона пол хп сапик для вас это вообще вкусноте еще пару тычек вы чего так откатиться но тп сбить к сожалению пока очень важно чтобы с ним был какой-то вот герой чтобы с ним играли персонажи сюда пока фармить это круто но имея sky мага марсе в команде вообще кайфуете вот здесь на на паке неудобно играть и неприятно играть против прям супер жирных персонажей вы как правило в этих случаях просто садитесь на саппортов как в принципе во всех играх и неприятно играть против большого конкретного контроля но сейчас в мете ну реально таких вот леонов шаманов нет дух потихонечку выпадает на леона шамана ты на самом деле два таких самых жестких героев против пока если брать мизеров то в принципе и квопа может играть если быстрый тайминговый арчит купит и шторм спирится на гис аналогичным другом велика и сын джон в принципе тоже может играть против пока будет спирит берет себе юл плюс огонь им против пукича есть такой вот он парк универсальный солдат и против него можно играть и он против всех плюс-минус играет если ли он вражеской команде то ваша первоочередная задача убить леона не показывается ли он и вы не показываетесь тоже ли он пошел помочь тимим хлопнули его по фаста и вы готовы уже драться с остальными самая важная вот что нужно знать новичкам которые только собирается на этом герой играть нельзя в драку заходить с арбы ни в коем случае особенно когда у вас нет даггера можно только если кнопки потрачено прям видишь весь файл ты хочешь на него как-то побыстрее дойти вот в единичный случай на арба это такой самый важный эскейп шмотка отличается пол через которого красный знак не выходите поэтому если вы залетаете то вы уже вряд ли выйдете как я неудачно на паке находится тину обидно сразу что парк 28 тира потому что кайл не берет в двойку зачем брать кайл в двойку то начальный урон растет на 75 но при этом скиллы слишком важны чтобы докачать поэтому кайл двойку берется прям попозже отличный сайленс по двум героям чисто пришел покидал спал и вышел спайта блин уже готов и вот этот белок я считаю в принципе его идеальным именно не грейжен и ботинок но я думаю что в некоторых играх если вы больше хотите муваться по карте то лучше ботинок раньше купить он купила все-таки после вич блэйда но если чувствуете что игра предрасполагает к тому что вы будете бегать и душить сайдлинии то ботинок раньше потом вич блэйд вот у него бил то купился чем просто простояло крикал по товарам один килл был там до десятой минуты вот потом покупайте себе блин и кайфуете вот после блинка уже есть вариативность то есть можно взять себе и тревелла и каю сейнш это некоторые дагон берут ну кайс прям хорошо много дэмиджи есть контроль по умиранию и забираю продолжает формить ведь блэйд ускоряет ваш парам в том числе мы на регенном пока небольшие проблемы на целом монопол большой а то скупил на котле чтобы пока ловить это не лучше а этом естественно лучше бы он покупал бы себе арчет к какому ты хотел купить на то сам не просто подловить все-таки пограждет лети да ты просто доджишь на паке антас подешевле вроде 2 700 торчит 3 400 но вот котлся почти глимер уже купил то с него был борщик и пока уже был бы осторожнее плюс тут арчет хорош против да зла возможно с арчетом котлу бы просаливал кого-то 100 06 от 07 уже 6 пока чем быстрый темповый герой на нем важно постоянно качаться либо постоянно там участвовать в драках вы очень быстро доходите до базы и восстанавливаете ресурсы возвращаетесь обратно качу пар мне нужно свой пропускать усики раз 7000 крайне крайне печальный дворцы за проигранной бот линии алхимик десяточку уже набрал но у него радик не так давно появился поэтому сейчас только будет разгоняться на алхимике по моим играет врачи у нас мы прикалывается сейчас тут с этого человечка на брю мастере сейчас разведет его просто на ультимейт так есть него саленс очень-очень кошка мышка не лова он остался на брю мастере хорош хорош а у нас все равно нашел ставится койл чтобы точно урона и не арба такой нажать ты не можешь на брюлике ульту жать но когда я там 220 на минуту 20 секунд против пока ни в коем случае нельзя соло оставаться потому что он вас просто заколеблет 4 секунды замедла через пять секунд снова будет замедла сайленс арба он преследует blink еще есть почему-ка я прям крайне необходимый предмет потому что урон в виде интеллекта монопол урон заклинание тоже присутствует и он бафает какая получится бафает урон с руки так тут нападение очень опасном shift ушел повезло что команда рядом была взялся марса просто заберут он дальше идти и сплетит линии толкать пачки безнаказанно это конечно лютая особенность ваш или дозу еще одну смерть по 3 для 08 научилась чем бывает великое то что надо пойти по боту пока прокачал пачку он может на самом деле даже next метров скипнет он вот видит на миде героев поэтому он пошел за его вот так лесочек фармить даже такими героями пока можно поймать даже двадцать восьмого тебя пока так вот кая усиливает вич blade урон это хорошо к усиливать 1 2 плюс кайл плюс точки от руки важно добрать кайусэн чтобы добавить себе хп немного резист станом что быстрее из них поделить или на том числе там арчи до хиксы и прочее вот и усиление еще на 8 процентов от заклинаний что-то присутствовал за на своими ранее него даггер есть он опасно как сейчас прыгал в противоположную сторону от того куда был повернут так лучше стрелы не было в алхимик не успеет я думаю кобу выкинуть там все-таки есть анимация когда алхимик зарядил колу потом когда он выбрасывал рисковое дело поэтому если вы в шифт уходите то лучше блинкаться с шифта как раз в ту сторону в которую смотрели тогда у вас практически невозможно подловить это правда таланта добрал он себе не заметил на каком левеле он взял план тут получается стоп к урону от 2 и 2 секунды перед зарядки арбива сейчас у него крайне-крайне много дэмэджа потому что такая сэндж загрежена нейтралка фрис линкит на урон есть хорошая арена и атома и он диска человека это супер ходный билд наблюдая себе просто весело и он и ты точно нажмешь ультимейт драки они не прокликали его только видимо долетела и он красавчик на брюлике просто убил гуцикера по итогу ты не сдохнешь на подожди браток а ты по-моему это не тут подбежали все если бы ведь ты . свечи блэйда была бы у него она была когда он поставил бы койл толпичку и улетел бы на арбой таким образом он добил котла добил бы хотя нам пуг нам под сейвила бы попытался бы наверное что паки тоже таким очень часто промышляют 15 стоят один герой колено ты его может пастику тайных лобочить бежит раша нам надежде то найти что какой-то kill переложил слот переложил его брата вместо стик решил дропнуть здесь думает об этом алхимику очень неприятно он может него прыгнуть там есть глимер плюс под сейф от пуган и поэтому он просто покает на скиллы но тут своровать конечно ой хороший тос затос они своруют вот про сейчас чтобы прыгнуть проспит ему нужно было потратить блинка если он тратит блинки не забирает и египта жизни забирать он играет скорее всего дважды поэтому если бы не котл то он бы на паке мог бы заселить аегис подруинил ты что побежал просто на парку вот мне нравится что у пукича есть таланты вот на этот дэмэдж то есть талант нанесятому перезаряд карбы это по сути тоже урон мобильность талант на сайленс который усиливается кайсы и джон форис линьки там прыгают сайленс по трем койл по двум выдала и он диск немножко под вылежью мизбука башки на алхимике марс хорошо теперь зашел кого все герои были ну нет нет вот это вот идеальная комбинация каждую не с твоей даже шифт нажать но тем не менее он все очень круто сделал на паке им прям начал файта как надо марс это не играл фунт марс и не повезло не будет секера тут тоже заберу если б с вышел бы это было бы размен три в три при том что врагов эгис было бы нормально но без погиб поэтому такое зато план разбитым прицелом выжил лучшего погибла был сидер выжил бы до марс видимо увидели я походу погибли все-таки или нет грейд даже пытаясь сыграл свою роль наконец-то молодец молодец вообще карточка вот со стороны его тиммейтов выглядит стороны у тиммейтов а глядя за его тиммейтами как-то выглядит лоу скильно потому что и вот на наелись просто их прям переигрывают что-то марс кнопочки жмет так и дазл 011 прикольный чувак именно играть по стрима видел который появляется забавный человечек блин канулся до понимал что мира на может заявить а что если мира на тут его как будто видят до марта номера нет ну да он поэтому на паке сразу же убежал потому что юл стрела и алхимик прыгает продлевает нападение тут номера вам духа но есть тоже хорошо на кнопки мира на вправо ушла он на паке сразу же пальто вперед и теперь он либо в спину будет заходить либо пушит вейк безнаказанно кайфово быть скилловым игроком на паке то есть не просто каким-то таким среднячком даже если ты уверенный среди ничего кайфово быть именно хай скилла что можно очень красиво перемещаться по карте камера на уже тп делает запад нам а это уже да она куда там при мастера красиво минусы и он поторопился на sky они просто попали и он по идее он сразу же подвышал немножко с драки готов сейчас зайти снова переложил шмотку доски нажать перед смертью на ту снова юл и в этот раз неудачный таймер то есть тебе номера не нужно поймать прям идеальный тайминг и они бы вы не забрали за стрелу потому что она была бы очень короткая даже если он попал бы алхимик миде котл тоже в миде нечем продлить было просто те кто знает антагонов не может и убили бы вернулся взял себе тревола хочет качать мапу проказ по двум телом подвышал до 2 нажал грейд на себя слушал химику можно егиду выбить попробовать минута еще егис подспамливает арбой интересный мук от алхимика очень хотела забрать видимо тут пока на по итогу даст умер на алхимик встает я в принципе реализовал на килл плюс бэбэк надо выйти теперь а бак в свою очередь хочет почистить немножко отлично арен от марса подцепил классную цель полетела арба сальность померания миранке пришлось себя за юлить поставил кайл на всякий случай чтобы точно мир она добить и уже не бегать за ней вот он нажал бай чтобы алхимику помогать пивасика на любви мастер покой толхимика на скиллы просто катет его вчетвером все разбегаешь на трейд босса отлично он под сайленсом под сайленсом от скаймага очень долгий сайленс и пак добивает его задолжил а тос передел дальше на арбу как плане видно да так что некуда положить папу нужно гем покупать обязательно ну кто-то из тимой должен покупать магия видит снова на арбу поджил камешек плюс кышку супер но позже она идеально в этой драке еще и за брю мастером брю мастер полторы секунды ульт тут же сайленс рапку к т.п. а там башер ладно он он короче на брюлики хотел заводить почему он сразу т.п. не нажал он переключил свою стойку сейчас новый скил у брю мастера третий там три стойки есть каждый дает свои плюки и он переключился на миссы 30 процентов и хотел после этого телепорт сделать понял чтобы башен не прокнул из-за мясов это было бы очень хорошо если бы запотел и это получилось и вот еще один талант усиливающий дэмэдж пака и его назойливость это 6 секунд перезарядки сайленса два курьера купил линку вторую дорогу нормально ну все тимки 550 голды сойдет так вот сайленс талант 6 секунд перезарядки теперь вы жмете сален 7 секунд кд арбат тоже 7 секунд кд по сути пак на двадцатом становится невероятно сильным потому что есть два дэмэдж айтам и кс эндж вич блэйд есть два сайва этом а тоже 3 линка кс эндж и теперь осталось забрать актарин и красный блинк вот тут уже игроки расходятся в своих мнениях иногда берут актарин иногда красный но это это прикольно красный блинк позволяет прям сильно покать на скиллы то есть вы прыгаете замедляете тут же урону над силы в первый второй а потом снова прыгаете так постоянно этого прям хаос файта сапом андре лжить поэтому и красный блинк актарин маска в шмотке мы вот с тобой перед выбором этой игры смотрели игру у дэнди была игра до через догонового пока но это как-то не так зрелищно что ли я не знаю ну догон то прикольно но когда пак флекси с актарином красным линком это топчик поинтереснее кстати спаком очень хороший герой земель а прям отлично старается они вместе бегают плюс земелька всегда под ультимейт может кого-то вытолкнуть связку разрывает чего круто работает два героя с целом сами это очень жестко и два героя крайне мобильные то есть не земель а может буквально там с третьей минуты начать играть под пока перетягиваться постоянно земель я очень хорошо контролит руны и в целом паку как раз таки этого не хватает немножко замедла немножко урона где-то даже мог быть стан чтобы тп сбить кстати там всякие там спирит брекеры марсе тоже хороши то есть мобильные герои которые цепляют немножко дэмэджи дают постоянно фармит скипает пачки кидает арбучие споты становится в упору к одному споту и кидает через него отбуза весна 2 еще а горится на него ближе подходят крипы и он считает раньше их бить на паке можно примут как мы видим по этой игре имеет 9 килов да у него большой над ворс но тем не менее он почти с алхимиком в робе не идет просто из-за того что пак может спокойно 300 крипов иметь на такой минуте а если вы три была берете а может это же еще чуть раньше то есть вместо блинка пара игроки берут то там качка еще больше еще лучше но мне кажется как без блинка раннего это хрень хрень вообще привела это прям когда пассивная пассивная дота на если не можете драться вам все что вы можете сплетить линии травы вообще идеальный вариант против уриона металла три была отличная против героев которые пушат линии плохо тут конечно есть алхимик фото но бывают такие игры когда вот там два три героя могут хорошо пушить быстро линию остальные не могут на пике там такие вяленькие по типу аппарата какого-нибудь и ты просто ходишь толкаешь лайна с этими тревелами постоянно там df и шфурионов так что трава лотовчик хороший разгон хочет себе линза до купить он актерин за получается собирает вроде как же он же купил себе сол бустера просто деньги так льются час рецепт заперёс база и колечко остановился окно очень маленькая чтоб поймать пока 7 секунд 1 7 секунд 2 3 там 6 секунд с актарином и блин даже и из пылы к держится меньше и ты плюс к стоишь все дальше то есть и оба летит дальше и сайленс подальше и койл с километра и блин в том числе плюс актарин дает ману порой так часто от на паке жмите файте с полы все линза встроенная в актарин актарин готов что-то еще дает актарин кроме перезарядки и дальности ну лайфстил там вроде же дабыл нет 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 манрикен твоего основания да когда когда 25 процентов то есть на четверть сойдет взял себе кстати с ливер весьма никто не захотел он на паке решил уплотниться чтобы точно больше не забрали там есть балдежный айтем квивер вот под вич blade чисто вот эта тычечка которой и отравлять будет из километрах оставаться и доп урон наносить сквивер в нейтралках нужно взять 225 магического урона когда я в четыре секунды то есть пак прыгает как раз таки каждый там примерно 5-6 секунд началов под 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 перезарядку этого кливера поэтому я думаю поменяет свое решение полетел на вернул просто миллиард фарма и телепорт садика держится тоже меньше не 40 а 30 секунд талан берет себе dream coil сквозь него встречусь к магии быстро таки пожертвовал dream coil но объективно какой-то такой мусорный талант если вы уж переоделись скоро кого-то есть стартар в команде на то чтобы минус армойте врагов может быть но сквозь бкб мба химик просто в бкб стоит и смотрит на врагов и тупо сбивается сквозь бкб что тоже имбалансно то есть бкб тп out не работают почему вот он не купит себе сейчас там шиву какую-то или догон потому что у него просто нет слотов а вот этот вот вич блэйд он хорош на любой стадии и его можно заградить в реверанс бруч чтобы опять было еще больше дэмэджа а он там койлом до троих подцепил отзонил так алкемик не может никого разобрать потому что тима просят кайли стояла все это время продолжается flex алкемик под гидром эту туговатая карточка 2542 и мы неспроста выбрали именно эту игру потому что это c в целом такая игра где пак не доминирует ну любой или по 30 минут тут его душ отломают браки с минус сторона пак продолжает флек сеть чё блин офигенный герой чтобы раскликаться дарки поиграл там уже со с ним справишься хорошая арена от марса продолжает пак наносить урон числе титарку минуса ядис ждет колесков а спал уже появились откинула рыбу у него блинка вот будет но он решил на арбов прилететь блинки тратят теперь нажал блинку нажал садинского нажал пикнул просто по пальчику снова улетел на арбу две секунды снова скиллы будут пошли новые скиллы 3 секунды снова скиллы будут папашек сработал да там плюс линка сработала на что на битву наверно рэнс ну-ка ну-ка в туалет на я диму слушал здесь просто-ка паут поделали ну как раз мудочка которая сейчас дамы же может добавить ну дам бруч топчик получается все ваши . их там 5 при активации реверанс бручья вы наносите урон от руки но добавить и при этом магии по врагу то есть вы игнорируете броню это весьма и весьма хорошо и мясо кстати гнорируете и поедами рано не может запустить кепс окей отличное купил по двум героям саленс по двум героям обе видно бкб теперь пытается его пробить но отчетно белый тимой пугни пересели на пугу нам жарила боя так понимаю просто люди депорта наверно не было боится я думаю затем уже понял что поздно вот дураку заходить у секер поэтому делают дракет а вот и твой бэк от пуганы просто тер было секера за микросекунду и блин канулся теперь мы знаем что урагов аганим на бремастере два заряда мы знаем что блин к нами ранее и хекс нами ранее был в том файте когда пока за хексели из мира на термин код на блин келлин койз белый линку сбивает его вам тут же хексит и стрелы продлевает и у котла хекс кстати тоже то есть теперь на паке важно не обозраться пугна без боя продолжает кликать танечка тут даже тип 0 и джи-джи разобрались и 300 300 200 урон постоянно залетает вроде как по чуть-чуть да если навестись на скиллы то там не так много дэмэджа если нажать 9 раз прожал арбу 8 раз сайлентс и уже с нами вы считаете вот вам и 4000 урона сейчас будет бруче надо к вивер забрать чтобы дэмэджа было еще больше успел забрать нейтралку отлично когда пак начинает люто кликать и понимает то что вот он все хорошо кликает он потом до конца игры будет играть господь бог все кнопки будут просто идеально кликаться был уже раскликались и готовы раздавать дерьми за но опять же осторожнее потому что там два хекса догон алхимик с обеселом а то с банальной есть ю плюс стрела то есть уже можно легко откиснуть на паке кажется подпушивать топ-линию чего он это делает потому что он видит алхимика в миде на иншах он поймает что тут его никак не заберут плюс мир она еще показалось ты пойти на мид крип почти сдох там брю мастер кстати разулетился в топе чтобы сбить телепорт мы невозможно поймать пока хороших только стрелы им тут крипы и загрелись сорбы а он разворачивается дает солен сберания а то от вас все кнопки мира но этого не хватает ночью и поэтому покликал чай блин мастера добьет не он но помог красный блин решил заградить вместо реверанс бруча малая ситуация в которых он дает эти пять тычек наверно поэтому да взял себе блин красный просто чтобы файте наносить много урона бесконтактно плюс под это замедление опять же вы вообще врагов не отпускаете ведь блэйд плюс блин и кликаете 1 2 1 2 и так пока то он снова блин к и снова 1 2 1 2 таймласс релик абсолютнейшая имба на паке 15 процентов кроме заклинание то есть как будто мукаю сэндж добавили в виде урона и 20 процентов длительности отрицательных эффектов то есть он врага из саленса не выпускает из замедления не выпускает если ты остался соло против пока тут и умер сейчас закликает котла нормально и этого тоже нормально красный блин дамажит сила все-таки присутствует там плюс базовый урон тоже вроде как есть 100 плюс 150 процентов от силы а силы у него 150 соответственно это где-то 275 высоткам то есть почти чуть не почти от 4 плюс сотки блин дамажит под выусилением от способности от кейт свинжа и от таймласса ну и последняя может быть даже не последнем предпоследием потому что еще можно 2 тревола брать и просто лететь на какого-то из тиммейтов трейдер вала еще перезаряжаются меньше они перезаряжаются 30 а по дакторином они будут перезаряжаться получается где-то 22 секунды крайне мало лейт против пока в общем-то выиграть почти андреал дела залетела интересная до зла красивой билдотек смотрится бэбэк еще при этом у него есть то сюда бы бэк плюс возвращение в графу имеется попытка забрать будут секера будет секер пока что живет пак переключился заколил двух убил одного мира на хотела кайл порвать можно и улом если на конце стоишь кайл порвать то есть кого разорвется вы преодолели успел добить мирану каким-то образом а у него реверанс грудь был активирован поэтому такая тычка плотная залетела наверное еще будут дефт их может сейчас скол за респаунил салхими пеляем диск вылетел снова на паке 2 секунды снова скилл готовы просто этот раз решил съесть пачку включил реверанс грудь он тут не дамажит в бкб поэтому надо было на бремастера прыгать но он прыгнул у него чуть-чуть попозже ой не успел хотел на тоненького соли составлял прям напоследок и по итогу просто не успел это толпе мне к заберу супер можно еще панпа убивать но они просто битро синяя банда побежала на базу то есть он чуть просто нажмет на синей панде превращение в героя зеленый убил как-то предприниматель до последнего берется на пак по итогу заканчивать его и заканчивать это так хорошая игра красивый датчик 43 минуты 19 2 13 60 тысяч нанесенного брона спасибо всем за просмотр пишите комментарии всем пока пока